Меня зовут Александр Буки, я бэкэнд инженер и, возможно, свадебный ведущий после этого выступления. Я работаю в компании MetaMap, попозже я расскажу о ней немножко, но хочу с вами поделиться первым опытом работы в иностранной компании. Опыт в Макдональдсе я не учитываю. В общем, про компанию. Компания занимается идентификацией, верификацией пользователей. Самый банальный пример – это проверка водительского удостоверения в каршеринге. На самом деле много всяких фич разрабатываем в плане верификации, но я всегда шучу, когда друзьям рассказываю, что мы крутые в планах определять уровень трезвости водителя по Face ID. Вкратце расскажу вообще, как я туда попал. На тот момент, это было год назад, у меня был уровень английского где-то intermediate, на самом деле и сейчас intermediate. Но что я понял, нужно улучшать listening, вот сразу как бы наперед вам скажу, именно listening, прокачивать, потому что, как говорится, важно какие fabrics, важно какие details. Да, в общем, спасибо, давайте, все вместе. Я, возможно, банальные вещи какие-то буду говорить сейчас, особо там не спите. Да, вам нужно резюме на английском, просто переведите свое резюме. Разместите его в linked1, в linkedin, в getmatch, можете в тиндере переделать там свой аккаунт. Ну и самое главное, это вам нужно именно по резюме подготовиться, нужно именно вводную о себе, рассказать про свой опыт на английском, тренируйтесь, просто переводите и рассказывайте. То есть вот общение с барменом, в all inclusive, это не подойдет, вам нужно хорошо подготовиться. Дальше я расскажу про собеседование, конкретно в этой компании, их было, помимо этого, были и другие компании, но вот там, да, там я не прошел, а здесь было 4 этапа. Первый этап со мной связался рекрутер, он был русскоговорящий, но тоже проверял английский, мы с ним очень хорошо поболтали. Там я заодно узнал там, где борщ в Турции можно поесть. Потом было техническое собеседование. Здесь у меня тоже мне повезло, у меня был русскоговорящий, но мы в том числе говорили на английском, говорили про Node.js, про TypeScript, какие-то задачки решали. Но в итоге, ну прям все удачно прошло, ну большой плюс, да, был, что начали мы на русском, как-то меня это расслабило. Потом было самое сложное собеседование, ну по крайней мере оно было морально именно сложное, потому что у меня был чувак с Филиппин, азиат, он очень быстро говорит, все было на английском. Ну в принципе он сам по себе был располагающий, я тоже как-то расслабился и все круто прошло. И в конце был став инженер, он по сути просто дает белый флаг и вуаля, у меня тоже был русскоговорящий, но мы в том числе поговорили на английском. В общем тоже классно поболтали, поговорили о будущем России, в общем все хорошо. Как все началось уже в компании? Сразу скажу, что вот меня удивило, это, ладно, давайте сначала про видео. То есть ты попадаешь в компанию, записываешь небольшое видео там, ну буквально там на 3 минуты о себе, рассказываешь, какой у тебя там, за что ты будешь отвечать в компании, как ты думаешь. И ну просто о себе какие-то факты, просто чтобы влиться в команду. Ну я сказал там, что могу пиво зажигалкой открыть, все там лайков мне накидали, да, круто. Вот, что мне запомнилось сразу, когда я пришел, это классная социалка. То есть вот я работал в Mail.ru, в принципе тоже топовая компания в России, на мой взгляд. Здесь меня сразу, ну я почувствовал разницу, то есть тебе возмещают именно расходы на ноутбук, то есть можешь топовый Mac себе взять, мониторчики, там, наушники, все это тебе возмещают. Страховка, там, не знаю, обучение тоже могут тебе оплачивать какое-то. И на здоровье расходы, то есть там я сразу взял абонемент в фитнес, ну и потом не ходил туда, конечно же. Да, вот самое интересное, наверное, это зарплата в долларах. Я такой, типа, да, круто вначале, так все выросло. Вот, но когда там в июне, июле, я, конечно, напрягся жестко. Думал, там, на Headhunter может разместить резюме. И мне друзья подшучивали надо мной, что ты, главное, в следующий раз, типа, там, в биткоинах не устраивайся. Основные инструменты. Все тоже, как в российских компаниях крупных Jira, VS Code, WebStorm. Тебе могут, да, лицензию оплатить. Я в VS Code сижу, считаю, что он быстрее. Единственное, да, что меня удивило, это, наверное, Slack, все общение в Slack. До этого я как-то в Telegram общался. Ну, даже немножко обидно было, у меня там премиум аккаунт все-таки. Сами процессы, daily stand-up, what did you do yesterday, what are you doing today, what is your main impediment. Планирование, one-to-one. Просто, да, просто читаю пока, что есть на слайде. Ну, расскажу чуть-чуть подробнее. Да нет, подробнее не расскажу. В общем, есть, да, инциденты, ворумы. В России это называлось у нас дежурство. Здесь единственное отличие, что с разных стран люди собираются, и всегда, типа, как начало, как в анекдоте, собрались как-то там американец, индейец и русский сервер чинить. Значит, есть еще общие собрания тоже, там что рассказывается, то есть там где-то у нас человек 150-200 собирается, и типа мы все обсуждаем, какие мы молодцы, как все классно. Я, честно говоря, когда работал в России, тоже не понимал, зачем я на них сижу, но сейчас я еще это и перевожу. Да, ну и вот самое главное, наверное, про что я хотел поговорить, это акценты. В общем, помимо того, что вам нужен английский, вам нужно разбираться в акцентах. У нас есть люди там с Турции, с Филиппин, я уже говорил, там со Штатов, с Мексики, с Бразилии, с России. У нас тоже свой акцент. Но, в общем, самой большой для меня проблемой было это индийский акцент. В общем, была такая история. Первый же день со мной назначает встречу HR, она из Индии. Мы с ней разговариваем, я как бы очень так вежливо киваю, окей, окей, yes, yes. Весь разговор я записал, надо же разобраться. Скидываю преподавателю по-английскому. Она послушала и такая говорит, блин, я хрен знаю, что это за язык. Типа, скини ей мой номер, ей там нужно позаниматься. Да, в общем, как улучшать? Я пересмотрел всю теорию большого взрыва. Вот прям очень точно Раджак у Тропали, он прям точно передает этот акцент. Ну вот как мне преподаватель сказал, у тебя типа просажен именно британский акцент. Он тебе поможет, если вот… Ну, в общем, я смотрю еще вот эти два сериала, Afterlife и Crowan. Да, и потом рассказываю, чем я занимался, когда не успеваю к дедлайнам. Лайфхак небольшой. Используйте Google Meets. На первом этапе мне это прям помогло. То есть там можно live субтитры включить. Он понимает, каким-то образом он понимает индийский акцент. Да, ну, короче, классно, там 1xbet рекламы нет, пользуйтесь. Ну, еще такая особенность, не скажу, что она сильно, по крайней мере, в моем случае сильно влияет. Это распределенная команда. То есть у нас, как я говорил, есть люди из Бразилии. И иногда, то есть я работаю не с ними в команде, я работаю вообще по московскому времени, там под меня подстраиваются люди. Но иногда вечером ты уже ложишься спать и тебе звоночек, типа там надо, как в постмане запрос сделать. Вот, ну, в общем, да, мне как-то потом… Вот я с чуваком из Бразилии поговорил, мне потом карнавал приснился. Мои контакты. Меня зовут Александр Буки. Спасибо, что послушали. Пока. А, уже, да, да, пока, конечно, сейчас посмотрим. Может быть и пока, мы сейчас увидим, подожди. Давайте посмотрим, есть ли какие-то вопросы. Смотри, как видишь, сразу вопрос есть. Держите микрофон и давайте выясним, что же интересует. По вопросам, нужно ли не идти к ковру. Не обязательно, не обязательно. На самом деле, первый вопрос заключается в том, что часто иностранные компании требуют сертификации, именно иностранные. То есть я так понимаю, что в России нет необходимости сдавать сертификацию для того, чтобы устроиться. Как происходит это в иностранных компаниях? О каких конкретно сертификатах ты говоришь? Допустим, если мы говорим о продуктах, да, то есть если ты собираешься устроиться в иностранную компанию, европейскую, то обязательно сертификат продукта должен быть. То есть в России такое не требует. Как, вот, допустим, у разработчиков или других должностей? Ну, здесь, наверное, вот именно пока разработчикам везет. Круто, если у тебя есть сертификат, там, АВС, но, как я говорил, у меня вот как был интермедиат, так и остался. То есть к разработчикам нет прямо вот такого жесткого требования, что ты должен, типа, там, болтать, как угорелый. Главное, чтобы ты понимал задачу, текст, чтобы на слух воспринимал, что от тебя хотят грамотное описание делал. Ну и самое главное, код писал, да. Кстати, насчет кода еще, про акценты. Я сейчас уже настолько хорошо эти акценты знаю. Я читаю код и как будто бы вижу, кто… ну, с акцентом его читаю. Да, правда, здесь скорее вопрос был не про языковые курсы, а про… Ну да, я понял. Но я и говорю, что вот требований… ну, не знаю, я пока не столкнулся. Может быть, в более таких топовых компаниях, может быть, там, да, есть какие-то требования, но я не сталкивался. Последний вопрос, сертификация, если ты коуч, вот, а для остального, видимо, нет. Последний вопрос, понимаешь ли, для шотландцев? Шотландцев? Ну, нет. Думаю, что нет, но у нас нету. Шотландский код? Шотландский код… код или код? Как хочешь. Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо большое. Александр Букин, спасибо за выступление.